Привет, меня зовут Аша, и чудесный человек по имени Ольга попросила меня рассказать о моей любви к Египту. Я постараюсь быть красой, хотя на самом деле не опасно говорить о Египте. Одна моя коллега однажды меня задала мне один вопросик, и пришлось два часа выслушивать мою болтовню. Так что да, это опасно, но я постараюсь всё-таки уложиться как можно в меньшее время. Итак, всё началось в средних классах школы. Я всегда была падка на новые какие-то газетные издания, и тогда как раз начали выходить вот эти эзотерические газеты-журналы, типа, знаешь, Шеналу, Раку. И в одной из статей я прочитала о том, что в древней древней могиле фараоны были богами, которые спустились, которые правили на земле. Я тогда была наивной чудачкой, которая верила в чудеса, но я сейчас немножечко такая тоже. Всё ещё я повел в это сразу, хотя очень удивилась, и мне захотелось ископать эту историю поподробнее. Ловушка захлопнулась, я попала, и тут Остапа понесло. Да, итак, я люблю очень весь Египет, все его спектры, но наиболее всё-таки до Среднего Царства, потому что потом там очень странно люди правили страной, а для меня фараон — это египтянин, хотя было очень много случаев, когда правил не египтянин и до Среднего Царства, так что тут я немножко чутоковато. Любимый фараон у меня — Рамзес, причём чисто интуитивно, безусловно, он велик очень многими делами, но в нём есть качество, которое я в людях не особо ценю, и поэтому я считаю, что это моя тяга к нему очень-очень интуитивна, и это мой любимый фараон, так или иначе. И любимая богиня — это Изида. Я знаю, что большинство этого произносят через «С», но мне больше нравится через «З», к тому же уже как правильно произносят, не знает никто, через «З» или через «С». Значит, ну, если уж делить Египет на какие-то аспекты, то меня, конечно, более всего интересует мифологический аспект. Хотя и всё во всем остальном я тоже очень заинтересована. Любимая игра у меня, касаемая Египта, это «Фараоны Клеопатра». Я вообще люблю стратегии. Любимый фильм, это первая-вторая часть «Мумии», это, пожалуй, единственный случай, когда я не знаю, которая части мне нравится больше, первая или вторая. Что ещё? Любимого писателя-эгиптолога у меня нет. Любимого я в такой степени была одержима Египтом, ну и сейчас тоже, что даже мой самый первый рассказ, который я действительно закончила до конца, он был посвящён возрождению Египта, он назывался «42». Обычно я никогда не вожу до конца, если пытаюсь что-то написать. К сожалению, надо это как-то исправлять. И порой я воспринимаю Египт, ну просто как свою родину, вот как вот мне бывает обидно за Россию, когда её обижают на словах, так мне очень обидно и за Египет, из-за того, какая судьба постигла ту величайшую цивилизацию. И однажды мне стало так обидно из-за того, что всё египетское, все египетские названия, все египетские города, наименование вещей, они в большей степени на греческом. Кстати, даже название страны – Египет. Это греческое название, на египетском будет «Такимид», «Черная земля» переводится. И моя любимая богиня, на самом деле, не Изида, а Эсэ или Эсэ, я, если честно, не знаю, как правило удаление. В общем, мне стало так обидно, что даже написал документальный справочник с египетскими названиями. Он касался всего, начиная от того, как возникла цивилизация и заканчиваясь самыми величайшими археологами. Писала я чисто для себя, а не для публикации. Таких книг полно, только с греческими названиями. Далее, что я ещё хотела сказать. Мистические истории, наверное, надо рассказать какие-то, да. Были такие, например, ну и что. Вот эту татуировку я сделала в Египте. Неа. Я сделала её в городе, в котором я живу. Когда я ещё и не помышляла о поездке в Египет, безусловно, это была моя огромнейшая, величайшая просто мечта, но вообще никак не планировала. Но я сделала татуировку и через месяц уже пошла в банк, сделала кризис, я сделала Египет. Ещё один случай у меня был, ну назовём это сном. Он длится очень недолго. Я была в белом, проходила через какой-то очень узкий проход с очень низким потолком. Не была девушка. И вот эти стены, потолок, они были каменные. Такие проходы есть в египетских храмах. В Дендриле, в Карнаке, да везде. И сон длился ровно столько, сколько... Ну, надо человеку, чтобы пройти через... Пойти через порог. То есть я так одержима, что у меня даже грёзы на его. Ещё один мистический момент, это, наверное... Я уже когда вернулась с Египта, я вообще человек очень правильный. Я перехожу сюда дорогу в правильном месте, в правильное время. И даже если вокруг нет никакой машины, но горит красный цвет, это дальше будет стоять. И тут было все три фактора. Не было машин. Я шла на работу, это было раннее утро. Горел зелёный цвет. Свет, как правильно, я не знаю. Это был пешеходный переход. Только я начала уходить. Ну, занесла ногу, чтобы перейти в дорогу. Вот за это место, где у меня татуировка, как будто вот назад меня силой повели, но не ощущение такое, что меня за руку схватили, повели, а просто татуировку очень сильно назад само собой повело. Я, слава Богу, послушалась. И в то же мгновение, какой-то идиот сумасшедший, пронёсся на беспредельной скорости просто. Там, где я должна была переходить. Если бы я не послушалась своей руки, я бы сейчас с тобой здесь не сидела. Были ещё какие-то мистические моменты, но я так сразу всё не вспомню. Ещё один мистический момент. Я когда была в Крирском музее гипетском, я видела статую, которую, мне кажется, все люди, которые хотя бы раз проиставили какую-либо книгу с гипетскими какими-то статуями. Это очень знаменитые скульптуры. И когда я увидела царицу Нофред, вот она она, у меня возникло такое чувство, очень-очень странное, будто я очень необычная. Наверное, такое чувство испытывает, испытывал герой Брюса Уиллиса в шестом чувстве, когда понял, что он призрак. Не знаю, как это ещё объяснить. Было действительно очень странно. Теперь о забавных, наверное, случаях надо рассказать. Однажды я сидела на паре в институте, и педагог задал какой-то вопрос, ну, про гипет сложный. Не помню, какой, но я на него ответила, не только ответила, но ещё и целую лекцию педагогу прочла. Разумеется, у неё отвисла челюсть. Когда она выразила удивление моими познаниями, моя однокурная фермица сказала очень смешную фразу. Она произнесла, это ещё что, она всех фараонов лицо знает? Забавно. Был забавный случай в Египте, когда мы проезжали через Нил, экскурсовод говорил, что Дэйн Дэйн в Египте давно-давно самую красивую девушку бросали в Нил, чтобы разлив был хорошим. И пошутил. Поедем обратно, выберем самую красивую девушку в автобусе, выкинем её. Я со своего места. Я согласна. Экскурсовод недолго думая, тогда двух выкинем. Мне было одновременно и обидно, и очень смешно, но больше смешно, чем обидно. Кстати, я очень люблю Нил, тоже интуитивно. Видимо, она читалась, книг. И когда мы переплывали Нил, я светила в воде всё, что только можно было. Единственное, я только головой не догадалась окунуться в воду, чтобы волосы свои освечить. Да, какие ещё были забавные случаи. Так сразу и не вспомню. Значит, а, любимой книги документальной у меня как такого в принципе нет, но любимая художественная Нефертитин из-под пера чего? Николь Видаль или Видаль, я не знаю, как правильно оно произносится. Просто потому, что это была одна из самых первых моих книг о Египте художественных, уже после того, как я им заинтересовалась. Ну и потому, что это хорошая книга, правда, действительно. В общем, я думаю, мне пора закругляться, потому что я так очень сильно заболталась. Если у тебя остались какие-то вопросы, задавай. я с огромным удовольствием сниму еще парочку видео о Египте. Вот, ну на этом, наверное, на все. Пока!